Так как сейчас границы закрыты, командировок у меня нету, приходится перефолицироваться в токаря, так сказать, фрезеровщика. И сейчас мы работаем на станке, где изготавливаются всякие детали, всевозможные валы, звездочки. Все это здесь вытачивается, обтачивается, фрезеруется. На данном этапе фрезеруем блоки, отверстия под блоки для электроколясок, ступенька хода. В них фрезеруются специальные отверстия для разъемов, электрических разъемов. То есть три разъема, они определенного размера, чтобы туда вставали блоки. Также там много всевозможных отверстий фрезеруются для всех абсолютно разъемов и все отверстия разные. Как раз сейчас мы это и делаем. Вот у нас сейчас закончилась фрезеровка. Деталь у нас стоит в оправке специально, чтобы она никуда не ходила. Она затянута специально, чтобы ни на какие доли миллиметров, ни на десятые не уходила. Деталь у нас есть фрезер cupid. И все. Так что мы leaking. Это не очень вкусно. Компания. Установили деталь в оправку, подтягиваем ее, чтобы жестко стояло и закрываем. И включаем шпигель и продолжаем фрезеровать. Смотрим, чтобы все крутилось, все охлаждалось, контролируем, чтобы ничего никуда не убежало, никуда не делось. Если что, кнопка красная, вот. Обработка блоков происходит в несколько этапов. Так как форма приходит после литья полностью без всяких отверстий и не по размерам, сначала устанавливается в оправку, снимается фаска, чтобы были определенного размера. Потом переворачивается, оставляется снова в оправку и сверлится уже отверстие под крепление транзисторов. Следом опять переустанавливается, ставится для разъемов под двигателя, под все эти выхода разъемы. Опять переворачивается и опять высверливаются, фрезеруются три отверстия под основные большие штыкера, которые толстые под зарядку и под все остальное. Следом опять фрезеруются здесь отверстия для уже крепления этих самих штыкеров. То есть маленькие рассверливаются дырышки, где болтиками уже и крепятся. И после этого только уже отдается этот блок на сборку электронщикам, которые продолжают сборку этого блока. То есть столько операций происходит, только одна, чтобы подготовить один блок для сборки перед электронщиками. Мы работаем вдвоем на этом станке. Оператор, я оператор, то есть устанавливаю в оправку деталь, обтачиваю, слежу за ее обработкой, также за размерами, потом меняю и снова продолжаю дальше фрезеровать. Также есть человек, который делает эти оправки и разрабатывает программы, чтобы все это шло как по конвейеру с точностью каждой детали. При работе с установкой и заменой детали, конечно, возникают сложности, так как малоподвижность, плюс одна рука совсем плохо, можно сказать, не работает, вторая работает и плохо, поэтому приходится разрабатывать всевозможные новые зажимы, не которые идут стандартные, а специализированные, чтобы были уже удобные мне были. То есть специально сделаны уже, можно сказать, под меня, под мою подвижность. Также весь всегда постоянно в стружке, в жидкости. Мало того, что открутить, но надо же еще и до деталей дотянуться, то есть поэтому возникают всевозможные проблемы, но мы их всегда решаем, стремимся к решению всех проблем. То есть вообще это для чего делается, чтобы не сидеть дома никому? Что работать можно абсолютно всем, а не лежать на диване и критиковать всех и все. Это не только каличи касается, это всех вас касается, ногатые, рукатые, головатые. Вперед работать!